А теперь рубрика бизнес-класс. Нет, это не то, что вы подумали, мы никаких дополнительных условий комфорта вам предоставлять не собираемся. Эта рубрика называется бизнес-класс, потому что мы будем рассказывать вам о том, как правильно вести бизнес. Поэтому класс обучения. У нас в гостях финансовый консультант Фарид Эльдорович Гумеров. Человек, который обладает большим опытом банковской работы, преподавательской деятельности. И он любезно согласился принять участие в нашей программе. Здравствуйте, Фарид Гумерович. Здравствуйте. Мы с вами договорились о том, что сегодня попытаемся дать советы нашим зрителям о том, как и какой надо выбирать банк для обслуживания. Вот понятно, что выбор банка обусловлен прежде всего вопросами функционала. То есть, для чего нам этот банк необходим и какие виды нашей хозяйственной деятельности он должен обслуживать. Но, тем не менее, существуют, видимо, еще какие-то другие критерии выбора. И мы с удовольствием послушаем ваших советов. Хорошо. Во-первых, очевидно, вы для себя, как бизнесмен, должны определиться с оценкой собственного бизнеса, в его потребностях, в банковских услугах. От этого будет зависеть и все остальное. Ну, если сравнить, скажем, одно дело, если у вас небольшой объем потребностей, вам нужно, образно говоря, как в магазин приходишь сигареты и зажигалка, а может быть, вам нужно что-то другое, тогда вам ваш путь в финансовый супермаркет, где хороший большой выбор банковских услуг. Вы должны оценить свои денежные обороты, если вы тем более только начинаете и все равно планируете свою деятельность. Вы должны понять, сколько, каких денег вам понадобится для платежей, какие объемы выручки вас ожидают, нужны ли вам будут кредиты и так далее. Вот такие вопросы. И когда вы с этим как-то худо или бедно определитесь, уже стоит посмотреть, какие банки вас окружают, и кто из них вам наиболее подойдет для обеспечения денежной составляющей вашей работы. Где взять такую информацию? Ну, во-первых, мы живем не в замкнутом мире, у вас есть деловые партнеры, у которых всегда можно навести справки о том или ином банке, что они думают о нем, как в них работается. Во-вторых, есть средства массовой информации, общие, специальные, где банки интенсивно себя, в общем-то, позиционируют, и всегда о них можно что-то посмотреть. Я уже не говорю об интернете, и даже в основном об интернете, поскольку практически все банки сегодня имеют свои собственные сайты. Во-вторых, есть сайт Центрального банка Российской Федерации, где вы можете дополнительно найти информацию об интересующих вас банках и перепроверить то, что вас интересует. Ну, а о том, что можно и нужно посмотреть, здесь бы я посоветовал пойти пошагово, скажем так, разбив ваш этот запрос как бы на четыре фазы. Ну, во-первых, посмотреть необходимо на общую информацию о банке, о том, какая у него организационно-правовая форма, это что это, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, или что-то более экзотичное. Какое это будет иметь смысл, я, может быть, чуть ниже остановлюсь, зачем это надо. Во-вторых, обязательно надо посмотреть состав собственников, акционеров или пайщиков банка. А я прошу прощения, эта информация зачастую бывает закрыта. Как раз наоборот, сегодня все банки... Это вот сейчас начинается раскрытие конечных бенефициаров банковских активов, но до сих пор, вот я совершенно серьезно говорю, я частенько захожу на сайты различных банков, и на некоторых из них эта информация носит закрытый характер, или носит полускрытый характер. То есть, акционерное общество такое-то является со-собственником данного банка. Или еще хуже, когда со-собственником банка является какое-нибудь зарубежное юридическое лицо. Вот для вас как раз это и создаст почву лидораздумия. Стоит ли доверять свои деньги, денежную часть своего бизнеса банкам, где непозрачная информация... То есть, мы говорим о надежности. Да, естественно. Прежде всего, в ваших рисках, поскольку вы доверяете деньги структуре, и немалые деньги... Но это кто как. Кто как, конечно. По ходу жизни, если бизнес развивается, уже, собственно, суммы значительные бывают. И, соответственно, вопрос о том, кто хозяева банка. Очень важно. И нет ли там одиозных каких-то имен и фигур, для вас должно быть каким-то сигналом. Ну вот, например, на сайтах ряда банков можно увидеть такую запись. 11,2% акций принадлежат какому-то, я их называю уже, извините за вульгаризм, металлпромповидло-лимитет. Зарегистрировано на каких-нибудь британских, вирджинских островах. Вот это должно вызывать отторжение у меня, если я ищу надежный банк для обслуживания? Ну, во всяком случае, сомнение в том, что рано или поздно с банком не произойдет какое-то неприятное чудо, от этого зарегистрирования уже нельзя. Дальше, если идти по списку вопросов, обратите внимание на состав совета директоров, состав правления. Здесь тоже могут возникнуть персоналии, которые вам, может быть, уже известны. Ну да, из прессы. Или, наоборот, с позитивной стороны, зная, что это очень хорошие профессионалы, знающие свое дело и которым можно доверить свои деньги, как говорится. Вот. Дальше, ну, это тоже открытая информация, это надо посмотреть, какими лицензиями банк обладает, на какие виды деятельности и как давно он ими обладает. Ну, разве не единая банковская лицензия? Нет, есть, так называемые, простые банковские лицензии, есть расширенные, есть валютные, есть лицензии на работу со вкладами населения и на работу с драгометаллами. То есть, соответственно, если вас интересуют вот эти нюансы, обратите на них внимание. Если банк вооружен всем необходимым, ну, значит, это и хорошо. Фарид Рудач, я прошу прощения, еще вот такой вопрос. А каким образом можно найти информацию о том, является ли данный банк участником программы страхования вкладов? Обычно эти банки, и, как правило, если они в эту систему входят, на своих сайтах обязательно вывешивают транспарант о том, что они являются участником этой системы. Я уже не говорю о том, что в самих банках, как правило, требует и закон, размещает информацию, застрахован у них практика этот бизнес или нет. Ну, будем говорить, участие в программе страхования вкладов, конечно, касается вкладов физических лицензий. Поэтому, если вы регистрируете компанию или участвуете в работе банка как индивидуальный предприниматель, на нас в таком случае эти защитные меры не распространяются. Но, в принципе, они, мне так кажется, подтвердите или опровергните мое мнение, мне кажется, они все-таки свидетельствуют о том, что этот банк достаточно серьезный. То есть, он участник этой программы. Безусловно, поскольку прежде, чем войти в такую систему, банк очень тщательно проверяет именно у Центробанка и другие структуры, само это АСВ, и туда, в общем-то, попасть достаточно было хлопанно, когда была вся эта компания и так далее. Далеко не все банки попали. Ну и, во-вторых, вклад в население – это важнейшая составляющая ресурсной базы любого банка. Если вы интересуетесь финансовым положением банка, об этом речь пойдет ниже, безусловно, надо верить и понимать, какой объем вкладов у них, у этого банка имеет место быть, и защищены ли вклады населения участникам в этой системе. А тарифная политика банка? Я пойду об этом чуть ниже, я закончу с общей информацией, поскольку, помимо того, что я назвал, я буквально, может быть, бегло назову еще, это и информация о наложении ограничений на те или иные операции банков. Она, в общем-то, тоже подлежит публикации. Ее можно перепроверить, кстати, на сайте Центробанка. Поэтому, выбирая банк, соответственно, посмотрите, а все ли он может делать. Не наказали его затерянные провинности денежной власти. И, соответственно, тоже с отзывом лицензии. Обязательно проверить, в какой стадии жизнедеятельности банк находится, образно говоря. Это сейчас очень популярная тема. А бывает так, что можно вполне вписаться в банк, который находится на стадии... Который находится на стадии банкротства и одновременно рекламирует размещение депозитов. Да, да и не только. Это вот событие прошлой осени, когда довольно большая группа банков в столице вот так закрывалась. Тем не менее, приток даже корпоративной клиентуры какой-то там почему-то обозначался. Уж сами люди пришли, или как ли, это уж вопрос другой. Но, тем не менее, это посмотреть надо. Ну и, наконец, посмотрите положение банка в российских, по крайней мере, рейтингах банковских. Того же Центробанка, РБК или... Ну, рейтинги, они определяют, пожалуй, только размер капитала. Да, размер активов. Рейтинговать-то можно, как говорится, по разным параметрам. Ну, в данном случае для вас это будет не бесполезной информацией понять, в какой группе банков. В среде десятки, в сотни, или там внизу таблицы находится банк, который вас как-то заинтересовал. Или, наоборот, не заинтересовал. Ну и посмотрите на наличие и масштабы филиальной сети банка. Поскольку, если вас какой-то банк заинтересует, а вот на вашей территории, в вашем населенном пункте он никак не представлен, ну, тогда придется его отодвинуть. А если у него есть филиал или операционный офис, значит, вам в этом повезло, вы можете туда, так сказать, направиться и открывать счет. Это вот то, что касается общей информации о банках. Далее надо посмотреть, если уж вы как-то сузили свой перечень интересующих банков, посмотреть на их финансовые показатели. Конечно, для того, чтобы полностью анализировать ту информацию, что они публикуют и у себя на сайтах, или там в иных источниках, профессионально сложно. Человек, который в этой системе не крутился, не варился и не имеет навыков специальных. Но, тем не менее, кое-что вполне внятно и спокойно можно посмотреть. Благо, информация-то открытая. Во-первых, это уставной капитал банка, и второй показатель с ним очень похожий по названию, то, что называют собственный капитал банка. Это тот капитал, который высчитывают расчетным путем, добавляя к уставному капиталу или вычитая из него определенные элементы по специальной форме, которые предлит реальный капитал банку. Ну, то есть, это подушка безопасности, которая у вас будет страховать в случае каких-то проблемных. Да, там резервный фонд учитывается заработанным банком, прибыль, и наоборот, из него вычитаются убытки, плохие активы, допустим. И это уже дает реальную картину о том, что банк, собственно, имеет как вложение его собственника. Ну, вот, Фрюк, я прошу прощения, что прерываю. Не усложняем ли мы чрезмерно задачу для молодого начинающего предпринимателя? То есть, мы сейчас с вами общаемся на языке, скажем, профессионалов финансового рынка. Ну, наверное, может быть. Да, а вот все-таки какие-то советы попроще, если можно, так сказать, для, как это было раньше, Windows для чайников. Ну, в таком случае, все-таки надо посмотреть, я думаю, уже закончить, чтобы с финансовыми параметрами посмотреть, прибыль на банке или убытки. Да. Эта информация понятна и внятна. Если банк из года в год несет убытки, ну, подумайте, а вдруг с ним что-то случится. Ну, да. То же самое касается его активов. Во что он вложился? Какой у него кредитный портфель? А вложился ли он в ценные бумаги? Может, он слишком много вложил в ценные бумаги? Это достаточно рискованный актив. Может быть, тоже не стоит туда двигаться, двигаться топы. Посмотреть, какая у него, так сказать, клиентура из числа вот этих же предпринимателей, большая или маленькая. На чем банк специализируется? Ведь есть банки, которые нарочито и конкретно работают только, вот, скажем, с физическими лицами. Гимани банк. Они с предпринимателями практически не работают или там с какой-то группой чипистов. А другие банки, вот, скажем, если брать нашу казанскую площадку, там, энергобанк, спортбанк, татфонбанк и так далее. Они, в общем-то, банки универсальные. Они работают и с большими, и с мелкими предпринимателями. Вот. Поэтому это имеет смысл посмотреть. А вот, Федор Ильдорович, поскольку мы живем все-таки в регионе, в республике, такой вопрос. При выборе банка имеет ли значение, является этот банк местным, региональным, или это большой федеральный банк с разветвленной сетью, филиалы которого имеются у нас в республике? Вот вы бы, выбирая банк для себя, какой бы банк выбрали? Ну, если отличить от остальных параметров, я бы все-таки выбрал какой-то из наших местных банков. Почему? Я объясню, почему. Крупные федеральные банки, которые уже у нас и не без успеха на территории действуют, у них есть то, что, в общем-то, вообще принято называть бюрократическим, так сказать, синдромом. Очень долго порой в сравнении с нашими местными банками рассматриваются кредитные заявки. Другие вопросы решаются. То есть, пока ваш сигнал дойдет до центрального офиса, пока он вернется обратно. Цепочка очень длинная. Да, люди на месте разводят руками, ждем, а ситуацию-то может решать. Здесь все решается быстрее и эффективнее. Во всяком случае, не раз в этом сам убеждался, и когда сам был банкиром, старались так же и работать. Дальше, что касается более предметного изучения, даже, можно сказать, начинающим и ищущим банк предпринимателям. Ну, посмотрите, прежде всего, это на линейку продуктов банка. Благо, во всех сайтах они, прежде всего, банки-то и вывешивают продуктовый ряд и тарифы на них. И если вы возьмете 2-3 банка, составите для себя возможность сопоставления схожих позиций, вы уже будете видеть, что в одном банке есть, чего нет. И, во-вторых, сколько это будет стоить. Ну да, это существенная позиция. И вы будете иметь возможность сравнить, куда вы пойдете, каких у вас операций больше. Допустим, по расчетно-кассовому обслуживанию, скажем, по наличным деньгам много операций, вы сдаете выручку, за пересчет придется платить и так далее. Все это для вас, то, что имеет значение, вы для себя и крыжите. Да, вот здесь интересно, здесь очень интересно, а вот здесь вот я буду сто раз подумать. Надо выбирать еще. Да. Во-вторых, вот то, что я упомянул, надо обратить внимание, и опять-таки, добросовестные банки информацию такую дают, они указывают время операционного обслуживания. Когда они клиентов готовы принять, и даже для удаленных клиентов, кто работает по банк-клиенту, там тоже, в общем-то, указывается время. Когда вы можете начать посылать платежи, когда это дело для вас закончится. А это уже вопрос вашего удобства и мобильности вашего бизнеса. Ну и посмотрите, наконец, на наличие службы клиентских менеджеров в этом банке. Потому что многие вопросы легко и быстро решаются, если у вас есть персональные. Персональные, как вам понятно. Да, он, по крайней мере, вас за руку куда нужного банка приведет, в кредитную или службу, там, службу ценных, либо банк, или еще, куда вам потребуется для решения ваших проблем. Ну, это важное замечание. Кроме того, даже вот выбирая, какой банк, вы легко можете связаться по тем же параметрам на сайте банка, если такая служба есть. С этой службой к вам придут на место. Для того, чтобы предложить, как говорится, свой товар, некоторые банки предлагают даже услугу подкрытия счета на месте у клиента. Вот даже так. Да. Не скажу, что это легкопроцедура, поскольку она по-любому потребует дополнительного времени для подготовки документов. Соответственно, там довольно большой пакет нужно давать. Но, тем не менее, такой услугой банки занимаются многие, и это очень хорошо, на самом деле. Редактор Ильдарович, я прошу прощения, что прерываю. К сожалению, у нас не так много времени сегодня. А мне кажется, что было бы интересно для наших зрителей, для тех, кто относится к экономически активной части нашего населения, те, кто занимается бизнесом, сами добывают себе средства к существованию. Было бы очень интересно получить некую аналитическую таблицу сравнения наших татарстанских банков, исходя из тех критериев, о которых мы с вами сегодня говорим. Может быть, мы попробуем к следующей нашей встрече подготовить нечто такое, что бы позволило людям более конкретно разобраться в этих историях. Потому что я, откровенно говоря, знаю по себе, что тарифы, допустим, на обслуживание в разных банках Казани отличаются иногда в разы. Просто потрясающе, как это может два банка, находящиеся, скажем так, на соседних улицах, выставлять такие разные тарифные требования. Есть банки, которые просто вызывают недоумение своей политики в этой части. Есть банки, которые проводят такую клиента-ориентированную политику. Вот мы могли бы попросить вас в нашей следующей встрече попробовать сделать такой предметный анализ вот этой истории. Конечно, в принципе, это возможно. Конечно, с учетом специфики передачи это не будет какой-то грандиозный такой. На две каких-то таблицы для сравнения мы подготовим и вам покажем. С тем, чтобы вы могли на конкретных примерах увидеть, скажем, линейку продуктовую в одном банке, в втором, в третьем ценовые параметры они имеют. Да, и какие гарантии они предоставляют своим клиентам. К сожалению, я вот знаю по своей практике, некоторые виды финансового бизнеса вообще очень малоизвестны в Казани. И люди, выбирая банк, они даже и не планируют этим делом заниматься. Там такие вещи, как факторинг, допустим. Почему нет? Это очень удобная форма финансового обслуживания. Но, может быть, не все банки оказывают такие услуги. Но, тем не менее, мне кажется, было бы интересно нашим зрителям, еще раз повторяю, тем, кто относится к экономически активной части населения, вот с этими вещами познакомиться. Ну, есть такая возможность. Я с удовольствием поясню эти моменты. Тем более, что, скажем, с тем же факторингом у меня есть опыт личной работы. Вот это очень интересно. Тоже касается и лизинговых операций, документарных операций, торгового финансирования. Такие вот, может, не совсем понятные, но имеющие место быть банковские продукты. Мне кажется, что они абсолютно понятны любому, если только не называть их этими высоконаучными дефинициями, а просто объяснять, что факторинг – это возможность продать счет фактуру за наличные деньги. С небольшим дисконтом. Да, с небольшим дисконтом. И тогда, я уверен, что 80% людей, которые нас сейчас смотрят, они скажут, батюшки света, а мы и не знали, что такая возможность существует. Потому что за словом факторинг, который непонятно, что означает, они этого просто не видят, а в банках им об этом не рассказывают. Большое спасибо, Харит Альдарыч, за то, что вы к нам сегодня пришли. Я думаю, всем было интересно. И я рассчитываю на то, что наши зрители, которые заинтересованы банковской, финансовой сферой, вообще бизнесом, помогут нам в выборе тем для последующих программ. Потому что мы работаем для вас, что называется. Поэтому, если у вас есть возможность, а я думаю, такая возможность сегодня есть у всех, просто пишите нам, отправляйте свои запросы, пожелания, о чем бы вы хотели узнать из первых рук, и я подчеркну, что очень важно, из доброжелательных рук, как вести бизнес, как вести его финансовое обслуживание. И если кто-то из вас вот в это непростое время собирается открыть новый бизнес, я думаю, наши советы вам будут особенно полезны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!